Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Евгений Божьев. Часто люди задают вопрос по проблемам желудка. Всевозможные желудочно-кишечные проблемы, но в основном желудок, 12-перстная кишка, пищевод иногда бывает, диафрагмальная грыжа пищевода бывает. Ну, эта проблема на самом деле решается достаточно несложно. То есть, доставляет людям неприятностей, она много, но решается несложно. Дело в том, что все гастриты, язвенные болезни начинаются с нервотрепок. Желудок – это один из наших органов, который одним из первых реагирует на стрессовые ситуации. И реагирует он именно напряжением, усилением, повышением кислотности и усилением выделения желудочного сока. Количество желудочного сока и его кислотность увеличивается. Естественно, это приводит к раздражению слизистой желудка. И если это раздражение продолжается достаточно долго, то оно закончится язвенной болезнью. То есть, образованием язв. Почему? Потому что избыточная кислота начинает повреждать свою собственную слизистую желудку. Вот такая вот ситуация. Лечится и убирается эта ситуация крайне неприятная, но банально, просто и легко. Уже давно об этом говорю. Первое, конечно, если человек может не нервничать, лучше бы, конечно, не нервничать. Но если он не может этого делать, тогда нервничайте на здоровье. Но купите в аптеке три травки. Валерьяна, календула, ромашка. Эти три травки вместе в одинаковых пропорциях завариваете, как чай. Заливаете кипяточком, настаиваете. И на голодный желудок несколько раз в день выпиваете. Чем чаще, тем быстрее получите эффект. Только на голодный желудок. То есть, эти три травы снимают раздражение, воспаление со слизистой желудка очень быстро и эффективно. Вот таким образом вы можете снять раздражение, воспаление. Дальше. Бывают функциональные проблемы. Когда, например, заброс, рефлюкс, заброс из 12-перстной кишки в желудок. Бывает из желудка в пищевод. Та же самая грыжа пищевода. От чего это все возникает? Это тоже, на самом деле, банально просто. Но почему-то, к сожалению, ну, как понятно опять почему. Не учат у нас врачей этому, и они этой патологии не знают, к сожалению. Что происходит? А дело в том, что у нас есть желудок и есть 12-перстная кишка. Эти два органа работают в противофазе. Когда желудок напряжен, 12-перстная кишка расслаблена. И тогда напряжение вот этого желудка, оно способствует продвижению пищи из желудка в 12-перстную кишку. Она расслаблена и принимает уже содержимое желудка. Когда у нас 12-перстная кишка напрягается, тогда желудок расслабляется. То есть они работают в противофазе. Если желудок расслаблен, значит 12-перстная напряжена. Если 12-перстная напряжена, значит желудок должен быть расслаблен. Соответственно и сфинктер между желудком и 12-перстной кишкой, когда 12-перстная кишка напрягается, тогда напрягается этот сфинктер, закрывается. И не должно быть выброса из 12-перстной кишки в желудок. Именно потому, что вот этот сфинктер он тоже работает вместе с 12-перстной кишкой, зажатым. А желудок в это время расслаблен. Бывают ситуации Разные Я не могу сейчас даже сказать Что конкретно вызывается Скорее всего опять-таки те же самые стрессы Может быть что-то еще Бывают ситуации Когда вот эта противофазность Работы желудка и двенадцатой перстной кишки Нарушается И тогда может быть Одновременно спазм И того и другого Или одновременно расслабление Спазм чаще бывает И тогда получается Вот этот заброс Из двенадцати перстной в желудок Или может быть из желудка в пищевод Поскольку стрессы Вызывают напряжение не только желудка Но и диафрагмы А пищевод проходит через Отверстие в диафрагме То вот это напряжение Отверстие напряжение диафрагмы Может создавать Пережимать пищевод И ущемлять и создавать Грыжу Пищеводного отверстия Вот этого пищевода Диафрагмальное отверстие пищевода Вот Таким образом Образуется Грыжа пищевода То есть нужно расслабить Еще не только Желудок и двенадцати перстной кишки Нужно расслабить Еще и диафрагму Вот эту мышцу Которая разделяет Грудную и брюшную полость Делает это с помощью Восстановления Диафрагмального Или брюшного дыхания Или ручками Вот так вот изнутри Под ребра Залезть И пройтись Расслабить Вот по месту Прикрепления диафрагмы Спазм желудка И двенадцати перстной кишки Лечится тоже руками Ну я сейчас вот Не могу вас научить Как это сделать Сами можете попробовать Или руками просто нашли Вот легли на спину И лежа Продавили себе Вот область желудка И сюда вот немножко Под ребра Пошли В сторону печени Двенадцати перстную кишку Вот Если можете То есть в принципе Не сложно это сделать Это можно сделать самому Ну если Не можете сами Вы можете найти Висцерального терапевта Человека который занимается Висцеральным массажем И попросить Чтобы он проработал Вам ваш живот То есть убирается Это ручками Ну за два-три дня Буквально Просто и легко Опять-таки говорю Наша медицина Эту проблему не лечит К сожалению Они начинают давать Всевозможные лекарства А лекарства Вот этот дисбаланс Не убирают Сразу вам говорю Поэтому А руками просто легко Вот То что касается Данной проблемы Проблемы Связаны с заболеваниями Желудка Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому